Ну что, коллеги, на моих часах уже 12. Я думаю, ждать больше не будем, а предлагаю начать. Всем добрый день. Меня зовут Максим Васюхин. Я продукт-менеджер по направлению Ялинг Телефоны в компании Appymatica. И сегодня мы с вами поговорим о достаточно интересной серии телефонов новинки Ялинг Т3. Серия Т3. Интересна она в первую очередь, потому что это новая серия бюджетных телефонных аппаратов, которые используют очень много компаний и в нашей стране, и в принципе во всем мире. И сегодня я вам расскажу, что изменилось, что изменится, что у нас произошло нового, новой серии телефонов. Фактически Ялинг выпустил этим летом 7 моделей телефонов, 7 новых телефонных аппаратов в трех форм-факторах. Это модель Ялинг СИП Т30, СИП Т30П. Это самая бюджетная модель, самый бюджетный телефонный аппарат на сегодняшний день в линейке телефонов Ялинг. Это телефоны СИП Т31, Т31П и Т31Г. И топовый, если можно так выразиться, телефон в этой серии – это телефон Т33П и Т33Г. Ну, я думаю, многие, кто знаком с телефонами Ялинг, я думаю, много понятно становится сразу из названия модели. Телефоны с индексом Пи поддерживают технологии ПОЭ, питание через провод Ethernet. Телефоны с индексом G поддерживают гигабитные интерфейсы и, конечно же, поддерживают ПОЭ. Я хотел для начала рассказать о каждой модели, о основной характеристике каждой модели. Ну, по сферам использования, я думаю, здесь все достаточно понятно. Телефоны из бюджетной серии, телефоны массовые и основная сфера применения, конечно же, для установки на рабочих местах обычных сотрудников, обычных линейных сотрудников. Соответственно, телефоны имеют стандартный функционал, необходимый для совершения звонков, для перевода звонков. Ну, в общем, все то, чем мы привыкли пользоваться. Ну, и, конечно же, не только. Телефон Т30 и Т30П, фактически телефоны в одном форм-факторе, отличаются они только наличием технологии ПОЭ. И, соответственно, они отличаются по цене. Телефоны с ПОЭ немного дороже. Это обычные, однолинейные телефонные аппараты с одним SIP-аккаунтом. Функционал очень схож с телефоном Т19. Ну, чуть подальше мы поговорим, собственно, почему эта серия появилась и на смену чего она придет. Телефон можно укрепить к стене. Во всех своих новых телефонных аппаратах Ялинк добавил поддержку широкополосных кодеков, в том числе кодека Opus. Следующий телефонный аппарат, который представлен фактически в трех вариантах, это телефон Т31, Т31 с индексом P и Т31 с индексом G. Телефон отличается от предыдущей модели, от телефона Т30, в первую очередь поддержкой двух SIP-аккаунтов. Вы можете видеть, что появились в этой модели телефонов две клавиши линий, которые находятся с правой стороны от экрана. И в этой модели уже экран с подсветкой. Я скажу больше, экран теперь регулируется по яркости подсветки. Я встречал очень много отзывов, потому что модель 31 фактически аналога и придет на смену телефона Т21. И эта модель продается очень хорошо, пользуется большой популярностью среди заказчиков. И было много жалоб на то, что не все могли построить под себя яркость экрана и настроить подсветку. Теперь это можно сделать в телефонах Т31. И как вы можете заметить, появилась модель с индексом G. Теперь модель Т31G является самой бюджетной моделью с поддержкой гигабитных портов в линейке телефонов Eolink. Про характеристики, я думаю, все уже смогли ознакомиться, почитать. Пойдем дальше. Это следующая модель с индексом Т33. Модель будет поставляться в двух вариантах. С индексом P и с индексом G. Это модель с цветным экраном и будет самой бюджетной моделью в линейке телефонов Eolink с цветным экраном. Телефон видео не поддерживает. Это достаточно бюджетный телефонный аппарат уже с четырьмя линиями, с четырьмя SIP аккаунтами. Собственно, для чего он нужен? Телефон также основной сценарий использования. Это для установки на рабочих местах линейных сотрудников и руководителей отделов. К телефону нельзя подключить дополнительные модули расширения. Но вот Eolink получал достаточно много запросов за последние несколько лет, в том числе от нас. И на российском рынке также есть потребность у многих заказчиков к бюджетному телефону с цветным экраном. Размер экрана 2,4 дюйма. Экран достаточно информативный. Можно вывести цветной логотип вашей компании, например. Телефон также поддерживает кодек Opus. И, как и вся серия T3, есть возможность достаточно глубокой интеграции, глубокой поддержки с сервисами YTMP. YTMP – это Eolink Device Management Platform. Мы чуть подальше об этом тоже поговорим. Какие же, собственно, планы, какая стратегия у Eolink? Мы планируем, что в конце первого квартала, в начале второго квартала следующего года телефоны серии T2, телефон T40P и T40G будут сняты с производства. Соответственно, на замену этих моделей, которых в России, еще раз повторюсь, продается очень много, модели достаточно хорошо себя зарекомендовали, но технологии не стоят на месте, и Eolink слышит потребности рынков. И, собственно, в связи с этим была выпущена новая серия телефонов, которая фактически пройдет на смену в серии T2. В ближайшем будущем, в следующем году, вторая серия будет полностью снята с производства, и ее заменит новая серия T3. О основных отличиях мы поговорим. Я хотел сказать по поводу цены. Серия T3 будет дешевле серии T2. Аналог 19-го телефона, телефон T30, будет дешевле порядка 5-6%. 21-й телефон, аналог 31-й телефон будет стоить больше, чем на 10% дешевле своего аналога из второй серии, телефона 21-го. Ну и, соответственно, 31-й G телефон будет значительно дешевле, цена снизится больше, чем на 20% телефон аналога 23-го G. Вот такая стратегия у Ялинк, которую мы полностью поддерживаем. Ну и какие же основные различия? Я надеюсь, видно вам слайд. Конечно, попробуем при рассылке немножко что-то с этим сделать. Извиняюсь, при конвертации что-то пошло не так. Какие основные отличия? Когда мы сравниваем телефон T30 и телефон T19, мы можем заметить, что у серии T3 увеличилось количество возможностей одновременно собрать количество участников в аудиоконференции. То есть, если раньше мы собирали до трех участников с помощью телефонного аппарата, то теперь есть возможность собрать до пяти участников в одной аудиоконференции. Кстати, хорошо бы провести небольшой опрос. Если можете поделиться в чате, были ли у вас запросы на бюджетные телефонные аппараты, где нужно было больше, чем три участника конференции собрать. Тоже интересно было бы послушать ваш опыт. Мы, честно говоря, такие запросы периодически получали. Есть сценарий использования, где нужно больше трех участников. Но, в общем, если у вас были похожие запросы, поделитесь, пожалуйста, опытом. Идем дальше. В телефонах во всех третьей серии они используют программное обеспечение поколения 85. И в этом поколении ПО для всех телефонных аппаратов добавился программный способ улучшения качества звука. Называется он Smart Noise Filtering. О нем тоже расскажу чуть подробнее. Добавился кодек G723. Кодек этот на самом деле, не сказать, что совсем свежий, он скорее добавлен для того, чтобы телефонные аппараты могли работать со станциями, которые этот кодек поддерживают, и которые по каким-то причинам не могут работать по другим кодекам. Подставка теперь регулируется в двух положениях. То есть если в девятнадцатом телефоне подставка не регулировалась, то есть вы подставку один раз присоединили к телефону, и телефон у вас так стоит. Понятно, что не всем это может быть удобно. И вот теперь появилась даже в самых бюджетных телефонных аппаратах возможность регулировать угол наклона телефонного аппарата. И во всей серии T3 появился слот под замок Кенсингтона. Это, соответственно, слот для того, чтобы подключать специальный замок для установки телефонного аппарата в каких-то публичных местах. То есть, грубо говоря, чтобы телефон у вас всегда стоял на месте, он привязывается к проводам таким образом, чтобы его не смогли умнести. Раньше такой функционал был доступен только в телефонах старших серий, в телефонах T4. И сразу хотел обратить внимание, что в телефонах третьей серии теперь используется переключатель холла. У телефонов третьей серии нет рычага отбоя. Ну, подальше мы тоже об этом еще поговорим. Я даже покажу, как это выглядит. Сравнение телефонных аппаратов. Идем дальше. 21-31 телефона. Если у вас какие-то вопросы появляются, можете прямо во время презентации спрашивать. Я буду стараться на них отвечать оперативно. Собственно, что здесь появилось? Количество СИП-аккаунтов не изменилось. Остался тот же размер экрана. Но, как я уже сказал, появилась возможность регулировать подсветку экрана по яркости. Это делается с помощью настроек телефона. Достаточно интуитивно все понятно. Также в телефоне Т31 есть возможность собрать пять участников в аудиоконференции. Также появилась технология Smart Noise Filtering, которая улучшает качество звука. Также регулируется подставка в двух положениях. И также добавлен кодек 723. Ну и телефон Т31-G, который придет на смену телефону Т23-му. Фактически, телефон Т31-G – это тот же форм-фактор, тот же корпус 21-го телефона с тем же функционалом. И здесь вы можете видеть, что по количеству СИП-аккаунтов и клавиш линий телефон Т31-G проигрывает 23-му G. Но проанализировав различные сценарии использования, мы и я, Линк, понимаем, что зачастую для установки на рабочих местах не всегда нужно и зачастую не нужно больше, чем два СИП-аккаунта. Основным критерием при выборе телефонного аппарата с поддержкой гигабитных портов, если цель стоит именно телефон с гигабитным портом для установки на рабочих местах обычных линейных сотрудников, Здесь компании готовы платить меньше за ненужный им функционал. И это их основная задача – найти самый бюджетный вариант. Собственно, теперь есть такая возможность. Появилась модель бюджетная с поддержкой гигабитных интерфейсов. Вся третья серия фактически использует одну версию программного обеспечения, поэтому технические характеристики и функционал, как вы можете видеть, на всех телефонах одинаковые. Это те же пять участников конференции, тот же кодек и та же регулируемая подставка. Идем дальше. Здесь, наверное, сравнение этих телефонов в некоторых случаях может быть не совсем корректно, потому что эти телефоны слишком разные. Модель T33 – это фактически новая модель, которую мы рассчитываем, что она займет свой сегмент. Это телефон уже с цветным экраном. Планируется, что он придет на смену 40-му P и 40-му G телефону. Здесь, соответственно, вы можете видеть основные характеристики. Хотел обратить внимание, во всех телефонах третьей серии появилась возможность поддержки беспроводных гарнитур, подключения беспроводных гарнитур с помощью адаптера EHS, адаптер EHS-35. Он необходим для того, чтобы поддерживался функционал беспроводной гарнитуры через программный микролифт фактически. Это функционал приема вызова, отбоя вызова, увеличения, уменьшения громкости и так далее. Ну и, собственно, какие основные изменения? К нам пришли вместе с серией телефонов T3. Это измененный дизайн. Я надеюсь, все его уже отметили. Кстати, интересно послушать ваше мнение по поводу дизайна. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете, по крайней мере, по картинкам. Нравится ли вам или не нравится. Понятно, что здесь дизайн – это вещь такая, достаточно субъективная, но было бы интересно услышать ваше мнение. В новой серии используется новый чипсет. Он более мощный. Соответственно, благодаря этому чипсету в том числе появилась возможность собирать пять участников конференции. Появилась полная поддержка сервисов YDMP, YMCS. Это платформа управления телефонными аппаратами. На сегодняшний день, насколько мне известно, только Ялинк может поддерживать и управлять с помощью своей платформы телефонами из бюджетных серий. Все-таки, говоря про Россию, здесь продается бюджетных телефонов достаточно много, и большим парком телефонных аппаратов, конечно, нужно управлять. И это очень удобно сделать с помощью платформы YDMP. Это возможность подключения беспроводных гарнитур. Раньше такой возможности в телефоне второй серии не было совсем. Это одно программное обеспечение на всю третью серию. То есть теперь не нужно системным администраторам хранить кучу файлов с различными программными обеспечениями для каждой модели телефона. Теперь достаточно иметь один файл для того, чтобы обновить весь парк телефонов в серии T3 разных моделей. И появилась совершенно новая модель с цветным экраном, которая, я уверен, сможет удовлетворить потребности достаточно большой группы заказчиков. Ну, несколько слов про дизайн. Вы можете видеть, что дизайн новой серии 3 имеет отсылки к дизайну из 4 серии. Здесь YDIN стремится к унификации. Много компаний достаточно при установке телефонных аппаратов обращает внимание на дизайн. И, конечно, всем нравится, когда телефонные аппараты у разных сотрудников стоят из одной серии, схожей по дизайну. И, соответственно, теперь для таких компаний есть возможность установить телефоны из 3 серии, например, для обычных сотрудников, руководителям поставить телефоны уже из 4 серии и там со всем большим боссом телефоны из 5 серии. Таким образом, все телефоны будут примерно в одном стиле, если они особенно стоят в одном большом помещении. Ну, вот многие, повторюсь, многие компании на дизайн обращают достаточно большое внимание. Материал пластика достаточно качественный, поверхность устойчива к царапинам, клавиатура изменилась. По сравнению с 2 серией, клавиатура сейчас более удобная. На наш взгляд и на взгляд Ялинка схожа по своему форм-фактору с клавиатурой из более дорогих серий 4 и 5. Телефоны из 3 серии возможно крепить к стене. Для этой серии телефонов не нужно покупать каких-то дополнительных кронштейнов для крепления. Для этого достаточно просто перевернуть подставку. Переворачиваем подставку другим образом и телефон можно уже крепить к стене. Соответственно, здесь компании могут экономить при таком способе установки. Ну и, наверное, одна из самых интересных функций телефона 3 серии лишились рычага отбоя. Теперь используется магнитный переключатель холла, который выступает вместо этого рычага отбоя. Я вам попробую показать. Вот у меня, насколько видео это позволит. Есть этот телефонный аппарат. И вы можете заметить, что здесь нет никакого рычага. Соответственно, прием звонка, отбой звонка происходит с помощью этого переключателя. Ну, среди всех вариантов бюджетных телефонных аппаратов разных производителей такой функционал пока есть только в UE1. Идем дальше. Соответственно, в третьей серии использован новый чипсет, практически новый процессор. Что он нам дал? Ну, во-первых, телефоны по сравнению с второй серией стали значительно быстрее загружаться. Это важно для компаний при управлении большим парком телефонных аппаратов, например. Когда мы устанавливаем новую прошивку, иногда требуется перезагрузить сразу большое количество телефонных аппаратов. Соответственно, теперь время загрузки стало гораздо меньше. Телефон, в принципе, стал очень быстро реагировать на любые нажатия клавиш, на любые переключения через меню. Нет никаких зависаний, которые зачастую присущи телефонным и именно бюджетным. У Ялинк, наверное, в 19-х, в 21-х телефонах это менее заметно. Но при сравнении физическом можно на это действительно обратить внимание. Все мы привыкли пользоваться хорошими девайсами, даже если сравнивать эти телефоны с мобильными телефонами, например. И мы уже привыкли, что отклик в приложениях каких-то достаточно быстрый. И, соответственно, в третьей серии это происходит так же, как и в каких-то дорогих моделях мобильных телефонов. Теперь, соответственно, благодаря чипсету появилось больше сервисов, добавлены, как я уже говорил, пятисторонние конференции, добавлена полноценная поддержка платформы управления. Все-таки с 19-ми и с 21-ми телефонами был доступен не весь функционал. Собственно, теперь полноценно можно парком телефонным управлять. Ну и, конечно, добавилась большая масштабируемость. Телефоны 21-е мы не один раз кастомизировали. Я имею в виду, делали, выпускали специальные версии прошивок под нужд каких-то определенных категорий заказчиков. И не всегда можно было, например, какой-то функционал добавить, который был необходим заказчику в low-end модели. Теперь новый чипсет позволяет более глубоко кастомизировать телефонные аппараты. Ну и в будущем EOLINK планирует добавлять все больше и больше сервисов в эти программные обеспечения. Умная фильтрация шума. Что она из себя представляет? Фактически это программное отсечение посторонних шумов. Когда вы смотрите на картинку, вы можете видеть, что если от абонента идет какой-то посторонний шум, и в этот момент абонент не разговаривает, телефон автоматически от абонента B и от абонента C в том числе эти фоновые шумы приглушают. То есть это развитие технологии в какой-то степени Acoustic Shield, которая используется в телефонах четвертой серии. То есть теперь качество голоса стало действительно лучше. И абонент A, который использует телефон из третьей серии, никаких посторонних шумов от абонента B и C, причем неважно, какие телефонные аппараты они используют, каких производителей, абонент A, который использует телефон Ялинк, все эти посторонние шумы слышать не будет. То есть они будут максимально приглушены. Новый адаптер EHS-35, который фактически представляет из себя провод, который подключается одной стороной к разъему RJ-9, другой стороной это microUSB, это фактически микролифт для подключения пока что беспроводных гарнитур Ялинк. С другими производителями Ялинк планирует сделать также совместимость, но пока это только беспроводные гарнитуры Ялинк. Беспроводные гарнитуры Ялинк мы ждем анонса буквально в ближайшее время. И может быть буквально на этой неделе, во вторник, мы проводили вебинар, который был посвящен Microsoft Teams. Там мы как раз показали новые беспроводные гарнитуры, которые еще даже не анонсированы. Если кому-то это может быть интересно, советую зайти на наш канал в YouTube и посмотреть запись этого вебинара. Так, ну а мы идем дальше. Про цветной экран я рассказал, наверное, уже достаточно много. Экран хоть и небольшой, но достаточно информативный. Соответственно, теперь требования некоторых заказчиков, которых нужен небольшой экран, но обязательно цветной, теперь мы можем таких заказчиков удовлетворить моделями телефонов в D33. Девайс-менеджмент платформ, собственно, это программное обеспечение, которое мы уже поставляем порядка двух лет. Оно постоянно обновляется. И теперь даже самые бюджетные телефонные аппараты, коими являются телефоны из третьей серии, полностью поддерживаются платформой управления Ялинк-девайс-менеджмент платформ. По этой платформе мы также проводили вебинар. Можно найти его на нашем канале. Фактически, это платформа, которая управляет учетными записями абонентов, управляет обновлениями телефонных аппаратов, можно администрировать различные группы. И самое важное, можно получать статистику о каких-то сбоях и с помощью этой платформы управлять действительно большим парком телефонных аппаратов. Есть заказчики, которые используют больше 200-300 телефонных аппаратов. И, конечно, системному администратору не очень удобно будет заходить на каждый веб-интерфейс каждого телефонного аппарата или даже управлять с помощью автопровижнга. Теперь есть вот такая, не теперь, а уже порядка двух лет существует такое программное обеспечение, которое позволяет через веб-интерфейс фактически управлять большим парком телефонных аппаратов. Ну и в завершение несколько важных моментов, на которые я хотел бы обратить внимание. Срок гарантии на телефоны из третьей серии стандартный для Ялинка. Это 18 месяцев. Все телефоны из третьей серии поставляются в комплекте с блоком питания, если этого не указано в описании. Мы планируем, что телефоны Т30П и Т31П мы будем поставлять в комплектации без блока питания, аналогично телефонам 19П и 21П. Ну, здесь, я думаю, все очевидно. многие компании сейчас их все больше и больше переходят на включение телефонных аппаратов через пое и, соответственно, зачем в таком случае переплачивать за блоки питания, которые будут где-то горой там лежать на складе. Вот для таких заказчиков мы будем возить телефоны без блока питания в комплекте. Клавиатура будет русифицированная так же, как и на телефонах серии Т2. И первую коммерческую партию она уже произведена. Мы ждем ее поставку приблизительно в середине октября 2020 года. Поэтому наши партнеры уже могут делать предзаказы на нее, потому что первая партия лимитированная. Мы везем не такое большое количество, но я сегодня утром смотрел еще есть свободные остатки. Можете обратиться к вашим менеджерам, если у вас есть потребность, можете из первой партии забронировать себе какое-то количество телефонных аппаратов. Большую партию мы планируем привести в начале середины ноября. Поэтому у меня все спасибо. есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. Да, платформа управления аппаратами лицензируется, можно посмотреть на нашем сайте. Презентацию конечно пришлем. Александр Денисов, мы можем с тобой созвониться, я тебе подробнее расскажу, если у тебя остались какие-то вопросы. Еще хотел сказать, что 1 октября мы будем проводить оффлайн мероприятие, на котором можно будет эти телефоны посмотреть вживую, смотрите раздел мероприятия на нашем сайте, опять же, у нас количество участников к сожалению ограничено, но вы наверное еще можете успеть зарегистрироваться, прийти, посмотреть, мы вам подробнее расскажем, все покажем. Кроме того, в нашем деморуме, в нашем шоуруме, который находится в Москве, эти телефоны уже выставлены, можно в любое время забронировать переговорную комнату через наш сайт и приехать эти телефоны посмотреть вживую. Так, вопрос, как долго будут еще в продаже 19, телефон это 19 и Т2. Смотрите, мы планируем, что где-то в конце первого квартала следующего года 21 телефона из второй серии уже будут недоступны к заказу, но мы планируем все еще эти телефоны некоторое время возить, я думаю, что складской остаток у нас будет, ну, возможно, еще в апреле даже, но, конечно, если у вас есть какие-то потребности уже на следующий год, лучше сразу закладывать серию Т3. И, опять же, телефоны Т3 у нас уже есть образцы, я их уже показывал, их можно у нас взять на тестирование совершенно бесплатно, то есть, если у вас есть потребность, если есть какой-то заказчик, которому можно предложить такие телефонные аппараты, мы готовы дать в тестирование. но, опять же, у нас количество лимитировано, поэтому тоже спрашивайте, вот, Эдуард прислал свой почтовый адрес, где можно сделать запрос на тестирование. Так, один из вопросов не остался без ответа, спасибо моим коллегам, которые в чате также присутствуют. Там еще был вопрос по ценообразованию, телефоны становятся все более и более популярными, в принципе, как технология IP-телефонии, их продается все больше и больше, ну, это, наверное, сказать, аксиома правила рынка, чем больше телефонных аппаратов продается, тем они становятся дешевле, потому что, как минимум, дешевляется производство, поэтому здесь я, линк, нашел возможности снизить себестоимость в новой третьей серии, как я понимаю, в основном за счет того, что используется новый чипсет, который я, линк, производит уже на местном рынке, раньше они закупались, насколько мне неизвестно, в других странах, и вот за счет этого, за счет увеличения производства, за счет сокращения затрат, я, линк, может снижать рекомендованные, как рекомендованные розничные цены, так и, собственно, цены всех уровней. Опять же, прайс-листы уже доступны, единственный момент, на телефон Т31, буквально сегодня будет снижена цена от той, которая указана на сайте, но, в принципе, я думаю, в понедельник вы можете уже делать запрос с вашим менеджером, для того, чтобы они вам обновили прайс-листы, и вы смогли посмотреть стоимость третьей серии. Ну, наверное, это все. Если есть какие-то вопросы, вы всегда можете меня найти по почте, позвонив по телефону, буду рад ответить на вопросы. Тогда все, всем спасибо, хорошего вам дня. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok